Так, что у меня еще есть? У меня я вижу тут груша лукашевская, но тут все на стратификации Груша уссурийская Да, это самая ценная вещь на свете. Если бы не она, у меня не было бы сладких груш. Так, тут тоже есть несколько пакетиков без песочка. Тоже замачивать, да? Нет, не надо. Дело в том, что она быстро всходит, вот. Поэтому сразу сырой этот самый, она может зайти на разницу чуть позже. Угу Чего неизвестно, когда весна будет. Знаете, почему я высылаю многим? Я сейчас объясню. Многие удивились, когда получили и в песке, и сухие, и вы тоже. Почему я так делаю? Вот, если бы раньше сухие, если вот позже и сейчас же будут заказывать, да? Наши зрители будут заказывать. Вот. Только страницированные. А вот наступает такой момент, когда неизвестно, какие лучше пойдут. Почему? Ну, например, человек, пожалуйста, что у него там, допустим, через три недели вдруг пошли эти самые же груши, да? Три недели. Почему так? И он говорит, ну, так же не может быть, у него же срок сертификации, там, с***** есть. Я говорю, так сертификация началась не тогда, когда в втором песке, а еще когда осенью в холодильник положили. Уже в холоде лежат. Пусть сухие, но уже в холоде лежат. Поэтому и срок сертификации очень размытое. И я последнюю нудную скажу, и Антону Валерьевичу я отключаюсь. Потому что это, ну, больше не могу говорить физически. Значит, еще раз скажу. Срок сертификации на них влияет что? А. Естественно, срок закладки. Почему? Например, полагается сливы, косточки хранить, пески. Большинство источников пишут. Шесть месяцев. Некоторые пять-шесть месяцев. Некоторые сто пятьдесят дней. Некоторые сто восемь дней. Ну, это получается всю зиму. Вот вам пример. Какой мы сорт открыли? Сувенир Востока, да? Два из десяти. У меня было четыре из пятидесяти. Уже в одном письме тоже зашли. Вот вам и полгода. Значит, не только от срока зависит, раз, сертификации, правильно? Второе. Влажности зависит. Ведь оно может вообще не взойти. Влаги не хватит? Не хватит. Они же суховатые. Большую часть осени и зимы где провели косточки? В сухом виде. Они подсохли. У них съежилась эта ядрышка. И не хватило влаги для того, чтобы насытиться вновь. Они живые. Но насытить так, чтобы разорвать оболочку. Значит, что получается? Влажность. И тут две крайности. Нехватка или перевлажненные. Перевлажненные могут сгнить. Дальше. Наличие. Это я уже нудную лекцию читаю. Наличие органики прямо в этом самом песке. Мне приходилось тоже попадаться на этом. Я лепесток беру под сосен. Он чистый. Его строители берут. И где-то, видимо, чуть ли не того черпнул. Смотрю. Трехлитровая банка покрелась плесенью. Пусть у меня это единственный случай, но он настораживает. Я же не знаю у моих покупателей, сколько органики в их песке. Есть заменители песка, но они даже продаются. Не пробовал, не знаю я. Пусть учат другие. Вот. И что еще влияет? Температура. Это в идеале 0 градусов. Да и я не могу выдержать 0 градусов. Дверсы холодильника задние 20 раз хлопнули. Какая 0 градусов? Вот так вот. Я еще не выслал тогда 50 этих самых упаковочек вскрыли. Вот. Я фильм делал. Собственный фильм. Сам себе режиссер. Я еще не выслал от сувенира Востока, а из 54 лопнуло. Вот вам, пожалуйста, холодильник. Хранение холодильника. Ну, а дальше желаю его купить специально для холодильника. Телуметр. Работу я уже купил. Все, уже есть. Вот. Так. А что там вот сейчас такое толстое у вас в руках? Это у вас в руках. Давайте вскроем и на этом закончим. Просто из любопытства. Есть там проклянувшиеся или нет? Почему? Потому что сливу мы нашли. А она такая, это, это, она не должна была всходить-то по теории. А абрикос должен был бы хотя бы по одной на десяток. А получается, что мы какой-то уже вскрыли. Я забыл, какой сорт мы вскрыли. А не спали. Что? Какой-то сорт мы вскрыли, и они все спали. Это был жердель. Жердель. А, ну, жердель и жердель. Вот. Я-то привык работать с нашими уже, хотя сказать, местными. У нас уже абрикосы стали почти ветеранами, почти старожилами. Вот. Вообще бы стране бы были такие. Ну, давайте, с волнением смотрю. Есть хоть одна покрылась. Хотя бы нежелательно. Нет. Сейчас пять. Сейчас пять. Ну, ладно. Будем считать, что для учебы нам хватило. Так. Ну, и все. Поздравляю вас, Антон Валерьевич. С рождением садовода. С головной болью. У вас и так времени на все не хватало. Сейчас, пожалуйста, отменяйте все мероприятия. Сон. С работы увольняйтесь. Обедайте, как я, один раз в сутки. Спите по пять часов. Я этого уже желаю. Вот. Шутка. Так. По поводу вишни. Я нашел штамповую с генами черешни. А с генами персика эту войлочную не нашел. Знаете, ничего уже не было. Почему? Потому что я когда... Это самое... Как бы... Информация устаревает. Вот уже кончилось, а я все думаю, что есть. Я вам когда собирал посылку, я все подряд. Вот так вот. С каждого пакетика. Ложил, ложил, ложил все, что мог. Вот. Ладно, Валерий Константинович, спасибо вам за заботу, за семена и за информацию. За дочмешки, за приколы. Да, за все, что вы разбавили учебу. Как это позитивом. Вот. Надеюсь, что это не только мне поможет наше с вами занятие, а еще, если мы все это дело сделаем в единый какой-то фильм, видеоролик, то и остальным участникам процесса этого весеннего марафона с посадкой. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Всем до следующего видео, получается. До свидания.